Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах живёт много-много диких обезьян. Эх, Одесса! Ох, Одесса! Эх, вокзал! Ох, вокзал! Скажите, пожалуйста, о поезд из Москвы он случайно не опаздывает? Да нет, что он! Он начнёт опаздывать только после Великой Октябрьской революции. Внимание, внимание! Поезд из Москвы прибывает к первому пути. Ой, повторите, пожалуйста. Повторяю для идиотов. Поезд из Москвы прибывает к первому пути. Так это ж мой! Беги встречать! Подержал! Эх, Одесса! Ох, Одесса! Эх, вокзал! Ох, вокзал! Одесситы обожали бывать на своём вокзале. Они выходили на провокзальную площадь, как в театр. Мелькали дамские шляпки, канатье, усики, тросточки. Одесситы шутили и спорили. Обменивались новостями и сплетнями. Шарили друг у друга по карманам и, конечно же, конечно же, пели куплет. Существует мнение, что куплеты родились во Франции. Нет, это неправда. Куплеты родились в Одессе. И это большое счастье. Ну, не, между прочим, я тоже родился в Одессе. Да? Да. А это большое несчастье. Спасибо, я вас тоже недолюбливаю. Да, действительно, куплеты родились в Одессе. Ведь не зря Одессу называли и называют городом юмористов, городом куплетистов, городом шутников. Да, сейчас уже мало кто помнит, как раньше пели куплет старые одесские куплетисты. Мы наверняка этого тоже не знаем, но думаем, что это было приблизительно так. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил. Какие такие кефали, ты, тюлька привозная. И вообще, что мы тут с тобой все поем и поем, как две некормленные иконорейки. Ваш оркестр уехал, а мы остались. Причем вместе с оркестром уехала моя любимая тетя. Тетя Хая. Тетя Хая. Слушай, как давно я ей не звонил, не писал. Знаешь, давай напишем ей письмо. А как мы напишем? У нас нет ни ручки, ни бумажки. Оно тебе надо. Оно мне не надо. Ну так и нажми на клавиши, погони. Вот, под музычку другое дело. Итак, дорогие друзья, сейчас вы услышите письмо. Письмо, которое мы написали моей любимой тете Хае. Отсюда. Туда. Дорогая тетя Хая, вам привет, это Николая. Я из бывшей СССР пишу. С той поры, как вы слиняли дров здесь, столько наломали. Я сейчас подробно расскажу. Как-то раз в Одессе один пассажир садится в такси и так себе, между прочим, спрашивает у водителя. Ну вот вы отделились. И как вы живете? Токсист отвечает, знаете, раньше мы жили хорошо, сейчас мы живем еще лучше, но мы не возражаем, чтобы опять стало хорошо. Наш сосед Аркаша Птицын за границу хочет смыться. Трижды с кровью визу выбивал. Но по подлости закона попадал в объект угона. Все три раза к чукчам залетал. У него была квартира, кухня ванная с сортирами. Устроена в хрущевские дата. Он с турецким мылом в ванну забирался, как в нервану. Если в кране стрюкала вода, кстати, о воде. Как-то один одессит решил искупаться. Заходит себе в море и видит навстречу ему. Плывет мужичок в шляпе, в очках, с портфелем, в костюме. Одессит говорит, боже мой, неужели вам удобно так купаться? Мужик отвечает, это ты купайся, а я тону. На жилье подняли цены, газ и свет, и близость к центру. Я про телефон уже молчу. А введут налог на воду солнце в ясную погоду. Жить, как Ленин, в шалаше хочу. Кстати, о вожде. Как-то один художник, не побоюсь этого слова, передвижник, нарисовал картину, которую я заглавил так. «Ленин в Польше». На огромном полотне был изображен Феликс Эдмундович в обнимку с Надеждой Константинной. У художника спрашивают, простите, а где же Ленин? Он говорит, Ленин в Польше. Шуму тут недавно было, пьесу труппа привозила, и кордон стоял из постовых. В пьесе было три антракта и четыре длинных акта. Все четыре акта половых. Как раз об этом. Как-то утром просыпаются он и она. Она. Поженимся. Он. Созвонимся. Да в культуре тоже сдвиги. Продают срамные книги. Все приемы секса от и до. Там такие упражнения, что без всякого сомнения. Десятый из учебников гсюдо. Как раз оспорт. Как-то маленький мальчик подъезжает к папе и говорит, Папа, папа, купи мне кроссовки. Отец отвечает, пошел вон, сынуля. Ты еще коньки не сносил. Я всегда встречаю стоя тех, кто жил в года застоя, Сидя тех, кто в сталинский режим. Ну а годы перестройки я провел в борцовской стойке. Господи, когда же он жил? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!